Трамп снова президент, КФУ снова протягивает руку помощи. Добровольский центр помогает всем нуждающимся, и здесь собраны люди, те неравнодушные люди, кто стремится помочь другим. Я молодой ученый. Идея этой школы в том, чтобы передать опыт ведущих ученых нашим молодым специалистам, студентам, аспирантам. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Ильвина Годрахманова. 15 ноября, в День призывника, в России прошел первый военно-патриотический диктант. Мероприятие, организованное учебно-методическим центром воспитания молодежи «Авангард» при поддержке российского общества знания, собрало более 220 тысяч участников по всей стране. Богатейшая военная история России, великие битвы, героические подвиги, русское оружие, а также государственные символы и произведения искусства, стали основными темами диктанта. Диктант состоял из 60 вопросов, посвященных военной истории России и, прежде всего, событиям новейшей истории. Для выполнения заданий участникам были даны 60 минут. Экс-президент США Дональд Трамп заявила о движении своей кандидатуры на выборах на пост главы государства, которые пройдут в 2024 году. Какие планы у бывшего лидера штатов, смотрите далее. Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил, что будет добиваться выдвижения своей кандидатуры на пост президента от республиканцев в 2024 году. Представители Трампа передали его заявку в Федеральную избирательную комиссию незадолго до того, как он сам сделал свое заявление в поместье Мар-Ал-Аго во Флориде. В случае победы Экс-глава Белого дома пообещал реформировать избирательную систему в стране и сделать все возможное, чтобы выборы в США снова стали честными. Примечательно то, что объявил 45-й президент США, это через неделю после промежуточных выборов, на которых республиканцы не смогли получить столько мест в Конгрессе, сколько они надеялись. Наверное, можно говорить о том, что американский избиратель не очень доволен ни деятельностью бывшего президента Трампа, поскольку на завершающем этапе его рейтинги снизились ни деятельностью, тем более действующего президента Байдена, поскольку его рейтинги снизились и продолжают снижаться. Большинство избирателей не хотят видеть в качестве президента ни бывшего президента Трампа, ни нынешнего президента Байдена и, наверное, хотели бы видеть какого-то иного кандидата, но вот кто это будет, пока определить невозможно. В своей разгромной речи Дональд Трамп также добавил, что США не выдержит еще четырех лет правления Джо Байдена, который, по словам бывшего президента, также собирается блатироваться в 2024 году. Байден же еще в начале октября заявил, что уверен в своей очередной победе над Трампом. Правда, действующий глава государства пока не принял решение об участии в президентских выборах, однако заверил, что определится с этим после выборов в Конгресс. Дональд Трамп ведет себя достаточно активно, показывает свою, так сказать, достаточно энергичную деятельность, пытается активно критиковать политику президента Байдена, но все-таки на данный период времени мы не можем говорить о том, что, скажем, Дональд Трамп достиг такого существенного перевеса, когда можно говорить о том, что он явно лидер, и что он может, очевидно, добиться, так сказать, победы в президентской гонке. Напомним, что Трамп был президентом США с 2017 по 2020 год. В январе 2020 года он проиграл выборы действующему главе государства Джо Байдену, не признал поражения и попытался оспорить итоги голосования в судебном порядке. Насколько реально будет Дональду Трампу вновь взять верх над страной, покажет время. Карина Саяхова, Универньюс. Банки России хотят ограничить выдачу ипотеки от застройщиков. С какими рисками застройщики и кто получает выгоду от данных операций, узнавал наш корреспондент. Банк России планирует в начале следующего года начать ограничивать выдачи ипотеки от застройщиков по 0,1% ставкам, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиулина на заседании в Госдуме. Столь низкий процент достигается за счет завышения стоимости квартиры для покупателя и выплаты застройщикам банку этой разницы в составе комиссии для компенсации его выпадающих доходов. Центральный банк и специалисты рынка утверждают, что когда застройщик предлагает ипотечный кредит под ставку около нуля, фактически проценты по такому кредиту перекладываются в стоимость продаваемого жилья. В результате квартира или дом приобретаются по цене на 20-30% выше, чем обычная рыночная цена. Данное решение создает определенные риски как для покупателей, так и для застройщиков. Покупатели сталкиваются с невозможностью продать недвижимость, купленную в рамках льготной ипотеки от застройщиков, по ее реальной стоимости. В своем отчете Центробанк объяснил, что при таком раскладе застройщик берет на себя высокие риски из-за завышенной цены самой недвижимости. Для другой стороны сделки риски также оправданы. Застройщики сталкиваются с точно такими же рисками, как и любой другой кредитор, с риском того, что заемщик не сможет в какой-то момент обслуживать свой долг, то есть не сможет осуществлять регулярные выплаты, при этом если заемщик не сможет осуществлять выплаты, кредитор изымет заложенный объект недвижимости, попытается его продать, но продать он его по той цене, по которой этот объект был продан заемщику, уже не сможет, поскольку цена была заведомо завышена. В этой ситуации единственной нейтральной стороной остается государство, которому выгоднее, чтобы финансовые операции проходили стандартным способом, так как в конечном итоге застройщики могут оказаться в убытке, а клиенты будут задаваться вопросом о приобретении недвижимости по завышенным ценам. Центробанк будет прилагать все усилия, чтобы свести данные ипотечной ставки к минимуму. Адалина Абдрахманова, Универ Ньюс. Партия гуманитарного груза от Добровольческого центра студентов КФУ «Планета добрых людей» отправилась и на региональный склад. Репортаж Маргариты Михайловой. Гуманитарный штаб Казанского федерального университета по оказанию помощи тем, кто находится в зоне специальной военной операции, продолжает свою работу. Накануне на республиканский склад была отправлена партия гуманитарного груза. Оттуда вещи будут переданы и распределены нуждающимся. Ксения Берюхтина, координатор Добровольческого центра, признается, что вступила в ряды волонтеров, потому что таков был душевный порыв. Помогая тем, кому поддержка необходима, можно сделать этот мир чуточку лучше. Добровольческий центр помогает всем нуждающимся. И здесь собраны люди, те неравнодушные люди, кто стремится помочь другим, несмотря на то, что материальные какие-то затраты или еще что-то. Просто мы стараемся помочь тем, чем можем. Свою работу штаб начал в октябре. За это время было собрано около 400 килограмм гуманитарного груза. Участие в акции приняли преподаватели и студенты Казанского федерального университета, а также жители города. Продукты питания, лекарственные препараты, предметы личной гигиены и одежда были собраны в соответствии с рекомендуемым перечнем региональных штабов. Мы также хотели бы напомнить, что наш гуманитарный штаб продолжает свою работу, курирует деятельность штаба Департамента молодежной политики. Мы находимся в Униксе. Информация о графике работы штаба, о тех наименованиях продукции, которые можно принести, также есть на сайте в группе Добровольческого центра. Поэтому мы приглашаем студентов, сотрудников университета присоединиться и давайте вместе делать добрые дела. Подробнее об акции вы можете узнать, позвонив по номеру, который вы сейчас видите на экране, или отправив письмо на электронный адрес Добровольческого центра. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Казанском федеральном университете проходит ряд лекций, направленные на освоение различных геологических и нефтегазовых технологий. О мероприятии расскажет наш корреспондент. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета в рамках проекта Российского научного фонда «Научная школа молодых ученых» проходит ряд лекций, посвященные освоению нетрадиционных углеводородных ресурсов, паратепловым методам добычи высоковязкой нефти, а также каталитическим комплексом. Вообще эта тематика является очень актуальной. Сегодня запасы нефти становятся все более трудноизвлекаемыми, сложными, поэтому очень много сфокусировано внимания на исследовании тяжелой нефти. И для Татарстана это особенно важно, поскольку в Татарстане запасы этой нефти составляют несколько миллиардов тонн. И здесь мы как раз рассматривали технологии, которые позволят эту нефть лучше добывать и более эффективно перерабатывать. Лекции проводятся в комбинированном формате. Часть слушателей непосредственно присутствовали в аудитории Казанского федерального университета. Другая же часть была подключена онлайн. Идея этой школы в том, чтобы передать опыт ведущих ученых нашим молодым специалистам, студентам, аспирантам. У нас есть секции как раз ведущих ученых. Здесь у нас представлены доклады из Китая, из Мексики, из других стран ведущих специалистов, а также из России, из Казанского университета и наших других партнеров. На мероприятие выступают приглашенные зарубежные лекторы, профессора Мексиканского института нефти, доктора химических наук, а также научные сотрудники из Испании. И напомним, что Казанский федеральный университет стал площадкой для проведения научной школы молодых ученых, проходящей с 15 по 17 ноября 2022 года. Амир Ахтемов, Александр Кузнецов, Неверньюс. 10-13 ноября координационный центр по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма провел образовательный интенсив. Смысл есть. На территории базы отдыха «Глубокое озеро». Темой образовательного интенсива стала профилактика деструктивных явлений в двух направлениях – профилактика и сеть. В мероприятии приняло участие свыше 90 человек. Помимо студентов Казанского федерального университета, в образовательном интенсиве участвовали студенты других институтов Казани и приближенных городов. На этом все. В студии была Эльвина Габдрахманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok